Громкий коррупционный скандал в Подмосковье. Там сейчас решают вопрос о мере пресечения задержанным накануне чиновникам Звездного городка. Их подозревают в вымогательстве крупной взятки у бизнесмена. И как раз сегодня тема борьбы с коррупцией стала главной на округлом столе в Москве. Александр Черепнин обо всем подробнее. Задержан с поличным. 250 тысяч рублей. По данным следствиям, только часть взятки. Остальное глава администрации Звездного городка Александр Щепанов рассчитывал получить позже. За инвестиционный контракт на реконструкцию торгового центра с местного предпринимателя он требовал 3 миллиона рублей. Задержан руководитель администрации Звездного городка и главный инспектор подразделения безопасности и мобилизации. Возбуждены уголовные дела. Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Звездный городок, где находится центр подготовки космонавтов, уже не первый раз фигурирует в новостях совсем не по научным поводам. Два года назад из-за нарушения антикоррупционного законодательства там был уволен мэр Николай Рыбкин. Заняв высокий пост, он не отказался от собственного бизнеса. Затем, как развиваются такие истории, люди сейчас вообще внимательно следят. Новые данные опубликовал в ЦОМ. В опросе участвовали 1600 человек из 132 регионов. И, к примеру, 60% из них знают, кто такой Вячеслав Гайзер. Он арестован по подозрению в организации преступного сообщества. Вместе с ним в коме задержаны еще 18 человек. Местные чиновники и предприниматели. Каждый четвертый из опрошенных, услышавший об этом, считает подобные громкие процессы наглядным доказательством борьбы с коррупцией. За последние 10 лет в три раза меньше наших граждан говорят о том, что коррупция сильно распространена на федеральном уровне. В три раза. Эта тенденция серьезная. Мы зафиксировали эту тенденцию в течение последних нескольких лет. Как показал опрос, следили люди и за новостями из Сахалинской области, когда там был арестован теперь уже бывший губернатор Александр Хорошавин. Он, а также его советник, бывший вице-губернатор и экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия стали фигурантами коррупционных дел. Повторение подобного сценария в своем регионе респонденты оценили неоднозначно. Так, к примеру, большинство жителей крупных городов, 54%, вполне допускают, что среди их местного руководства могут быть взяточники. Там, где, если мы в деньгах, то на сегодняшний момент, там, где больше денег, там, естественно, больше коррупции. Потому что больше соблазна и больше поводов злоупотребления. Впрочем, самой коррумпированной структурой россияне считают вовсе не органы местной власти. Первые три строчки в антирейтинге занимают, соответственно, ГИБДД, медучреждения и полиция. И эти данные, уверены многие участники пресс-конференции, не просто мнение, а иллюстрация реальных проблем. Вот те сферы жизнедеятельности, где граждане свидетельствуют о высоком уровне коррупции, это говорит о личном восприятии, о том, что граждане вступают в такого рода сделки, вынуждены или не вынуждены. Но, на мой взгляд, это как раз характеристика такого личного некого участия. Когда мы с вами уже рассматриваем колоссальный рост ДТП со смертельным исходом, это следствие того, что возможность откупиться при нарушении правил дорожного движения, что подтверждают граждане, остается очень высокой. Борьба с коррупцией была сегодня названа задачей национального масштаба. От того, насколько хорошо защищена государственная казна, зависит и развитие экономики, чтобы темпы экономического роста не замедлялись, в очередной раз звучали предложения и об эффективной трате бюджетных денег. При этом те, кто комментировал результаты опроса, были уверены, многое зависит и от самих респондентов. К слову, первыми о фактах коррупции в Сахалинской области стали говорить как раз активисты общественных организаций. Александра Черепнина, Дмитрий Кочурин, Алексей Бахвалов, Владимир Беляев, Первый канал.